Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый Разбор на укулеле И в сегодняшнем выпуске Разбор на укулеле мы с вами будем разбирать песню Грина Пельсиен под названием Труп невесты Мы недавно разбирали с вами песню про лисицу, вот можете посмотреть, сейчас подсказка вышла В целом мне очень нравится вот эта девушка, которая пишет эти песни, такие самопытные, такие фатклорные И касаемо этой песни, мне почему-то вспомнился мультик Труп невесты от Тима Бёртона Кто смотрел его, дайте мне об этом знать, потому что рисовка там реально криповая, хотя фильм, мультфильм для детей Скажу сразу, данная песня не для суперновичков, потому что тут очень много техники, особенно мелкой, вот этой моторики Поэтому если вы не боитесь трудностей, обязательно оставайтесь, ну а также я попробую ее объяснить вам попроще, чтобы вы все поняли Поэтому сыграет каждую Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться И для начала вот как она у тебя будет выглядеть Разрывая землю, пальцы в кровь затру Лесо гробовую тишину прерву Ветер жутко боев, зов твой мне несет В этот раз я верю, точно повезет Не пугайся, милый, суженный родной Жизнь не разлучит нас Не беги, постой От меня не скрыться Как и от судьбы Бог услышит Спреисподни мои мольбы Чувство мута снова в груди бьется Сердце я тебе открою Смерти нежной Дерцу мы покинем Мир живых нам здесь Невеста Ты живой жених Я мертвая Невеста Разбор на укулеле И по традициям разборов на укулеле мы начнем с аккордов Первый аккорд аккорд АМ Зажимаем четвертую струну на втором ладу Далее аккорд С Зажимаем первую струну на третьем ладу Следующий аккорд аккорда М Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу А далее третью и четвертую на втором Следующий аккорд мы убираем с вами безымянный пальчик с этой конструкции Получается аккорд Фа И последний аккорд аккорд Е7 Зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу А далее третью и первую струну на втором Такой вот неоднозначный аккорд И получается А, Э, С, Д, Э, Фа и Е7. По факту у нас на протяжении всей песни будут эти аккорды. Единственное, порядок аккордов разный в куплете, в выступлении и в припеве. Поэтому будьте внимательны по раздатке, ориентируйтесь, где какой аккорд играется. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что ты типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Теперь разберем с вами правую руку. Я весь аккомпанемент взяла с оригинальной песни. То есть очень подобный оригинал. Если вы прислушаетесь после нашего вот этого разбора, вы увидите прям почти идентично. Правая рука у нас с вами будет играть щипок с басом. Если сейчас вам сложно и непонятно звучит, давайте поподробнее объясню, что это значит. По факту оригинальный рисунок у нас будет звучать так. Четвертая струна. Далее 3, 2, 1. Нотки у нас вместе. Струнки даете. Играем это два раза подряд. Единственное, вам нужно понимать, с каким счетом играть. Мы будем играть с вами на 1, 2, и. И смотрите, как получается. То есть 1, 2, и. То есть на двоечку у нас с вами пауза. Давайте еще раз. 1, 2, и. 1, 2, и. Благодаря вот этому рисунку у нас получается такое запоздание некое. Это действительно очень интересно звучит. Если вам все-таки будет сложно и неудобно, ладно, фиг с ним, играйте 1, и, 2, и. То есть все-таки я разрешаю вам сыграть на 2 тоже четвертую струну, то есть вот этот бас. А так в оригинале я играю 1, и, 2, и. В медленном темпе, пожалуйста, поиграйте этот рисунок. 1, и, 2, и. 1, и, 2, и. 1, и, 2, и. Дальше. Этот рисунок мы с вами будем играть 2 раза на 1 аккорд. Вот, единственное, не везде мы будем его играть. Где у нас ничего не подписано рядом с аккордами, а это имею я в виду первую, третью строчку, и, сейчас скажу, пятую строчку, где играем просто А, М, С. Там играем его вот 2 раза на 1 аккорд. Дальше, если около аккорда написано в скобках цифрка 1, это значит, что в этом аккорде мы будем его играть 1 раз. То есть вот это. Вот, ну а если какой-то определенный рисунок около аккорда написан, играем как написано. То есть вот сейчас я вам все поясню. Давайте возьмем первые 2 строчки, подробнее их разберем, потому что дальше этот паттерн, он на все остальные строчки куплета идет. Первую строчку мы играем как всегда. Дальше вторая строчка 1 раз на ДМ, на АМ 1 раз, на ФА 1 раз, и вот дальше на последние 2 аккорда ДМ и Е7 мы играем как написано вот этот рисунок. То есть на 4, 3, еще раз чуть медленнее вот эти последние 2 аккорда. То есть пум-пам-пам. Смотрите, на аккорд Е7 я сразу играю щипок всеми пальчиками, которые у меня есть. Вот такое щипательное движение. Репетируйте отдельно, если у вас он не получается, если как-то вот вырывается, да, или что-то такое делается. Нет, очень цепкое движение. Еще раз эти 2 аккорда, то есть ДМ, Е7. Отдельно отрепетируйте. Кому суперсложно, можете на ДМ сыграть тоже все щипком, без выделения четвертой струны. То есть получится пам-пам. Посмотрите, как удобно. Пам-пам. Или как написано у меня. Все-таки по оригиналу это прям так заковыристо. Очень интересно звучит. И в том и в том случае вам нужно эти 2 аккорда отрабатывать между собой. С бухты-барахты вы его не сыграете. Давайте в медленном темпе вот эти 2 строчки я вам сейчас пою и сыграю, чтобы вы поняли логику. Разрывая землю, пальцы в кровь сотру, лесогробовую тишину прерву. Или же можно сыграть по-другому немножко. Ну то есть вот с этим, с 2-мя щипками. Лесогробовую тишину прерву. Там различие идет как раз в паузе. Посмотрите и так, и так. В принципе, вы можете играть вот этими 2 вариантами. Дальше остальные строчки куплета играются идентичным образом. Поэтому давайте я вам сейчас это все остальное тоже так же спою. Ветер жутко воет, зов твой мне несет. В этот раз я верю, точно повезет. Не пугайся, милый, суженный родной. Жизнь не разлучит нас. Не беги, постой. От меня не скрыться, как и от судьбы. Бог услышит спрей. Исподним мои мольбы. И дальше пошел у нас с вами припев. То есть обратите внимание, очень цепко, очень хлестко. Можете отдельно поиграть эти щипки, чтобы они у вас отскакивали. Причем я не выдираю, да, как-то струны пальца внутренних. Судьбу очень спокойно, скажем так, кончиком пальца проскальзываю наверх вот эти пальцы. А, соответственно, большой удар, большим пальчиком точнее, идет вниз. То есть они идут друг напротив друга. Вот такое вот хватательное движение у меня получается. Но если вы думаете, Даша, ну ты пипец как замудрила, но мне так нравятся песни, я хочу ее сыграть. Возьмите тогда и играйте мягким ударом вниз на каждый аккорд. Вот, хотя бы так, потому что перебор вам сыграть это тоже будет довольно-таки трудно. Тут идут все-таки переклички. Неудобно, сложно, тем более на начальном этапе. Поэтому возьмите удар вниз и сыграйте так. Разрывая землю, пальцы в кровь сотру, лесогробовую тишину прерву. Одинственное, в любом варианте, на последнее слово у вас там будет всегда как бы два слога, два-три. Но там будет прерву, да, очень быстрый все-таки переход, и там и так. Разбор на укулеле. Припеве очень интересная ситуация. Можно тут сыграть. Смотрела я оригинальный разбор вот этой девушки. Я, к сожалению, не знаю, как ее зовут. Вроде бы Анжела, я не знаю, откуда я взяла это имя. Она там играет что-то типа восьмерки. И то она какая-то немножко у нее странная. Можете взять восьмерку. А восьмерка у нас играется так. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Это мы играем в припеве один раз на один аккорд. И тогда получится так. И пошлет прогреш. Я его не играю. То есть, если захотите, берите его в припеве. А так можно упростить, чтобы вы не коматозили. Потому что будет сложно переходить с этого щепка на эти бой восьмерки. Жесть какая. Поэтому можно сыграть в припев попроще. Или взять пятерку оригинальную. Это играется вниз, 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 вверх, вниз, вверх. Вниз, 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 вверх, вниз, вверх. Там мы с вами играем его два раза на один аккорд. Опять же, помните, вот у меня в конце припева есть, где написано циферка один. Соответственно, там играем один раз на один аккорд. А можно сыграть так. Звучать будет следующим образом. Ну а чтобы звучать поинтереснее, но остаться в бое пятерки, мы можем его немножко видоизменить. Второй удар, который у нас раньше был ударом вниз, стал ударом наверх. И получается следующее. Прикольно звучит. То есть было до этого. Теперь стало. Давайте чуть медленнее, не вы объясню. То есть я играю раз и два и три и раз и два и три и пауза такая же сохраняется. Первый акцент на первый удар сохраняется, но второй удар наверх. Раз и два и три и 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 раз. Также играется два раза на один аккорд, где написано в скобочках играется один раз. Звучать будет следующим образом со словами. Чувство будто снова в груди пьется сердце, я тебе открою смерти нежной берцу. Мы покинем мир живых, нам здесь не место. Ты живой жених, я мертвая невеста. Очень интересно. Единственное, вы сходу с лету не сможете его сыграть. Поиграйте ее отдельно. Потом это все соединяйте с аккордами, только потом со словами. Как Пете играть одновременно я рассказывала в этом видео. Конечно, вы можете взять припев, сыграть шестеркой, вашей любимой. По-другому это у нас играется вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Тогда это звучит у нас с вами. Чувство будто снова в груди пьется сердце, я тебе открою смерти нежной берцу. Мы покинем мир живых, нам здесь не место. Ты живой жених, я мертвая невеста. Но у него тут есть нюансы, поэтому я бы его на самом деле и не брала, хотя вроде бы звучит. Потому что на последние два аккорда вам придется выделить на два аккорда. На первую часть сыграть G, типа милая, и дальше доигрывать на E7. Ну и также он немножко выбивается по темпу. То есть вот вы играете там май, и малибы, и там чу-ду-ду-ду-ду в груди. Хотя, в принципе, если вы въедете в темп, то можете сыграть шестерку. Никто вам не запрещает. У вас есть четыре варианта боя, что вы можете тут использовать. Разбор на укуля-ля. Дальше перейдем к самому интересному. Это прогреш-вступление. Вступление-прогреш вытучится следующим образом. Понимаю, что выглядит страшно и сложно, но давайте я объясню, что там происходит. По факту за основу у нас опять берется тот же рисунок, который мы с вами уже учили. Да, то есть раз и два, и раз и два, и... Мы на первый аккорд АМ его играем два раза. Я даже написала вам в скобочках. То есть... Дальше на последующие три аккорда Джи, С, Д, Эм играем по одному разу. Давайте эту шесть соберем. На следующие два аккорда фа и дм Она в оригинале сделала такую закорючку-изюминку На аккорд фа играем 4 и щипочек И на дм полностью щипок То есть та-та-там Тоже очень бегло она играет Давайте покажу То есть фа и сразу дм То есть та-та-там Прям такой хороший акцент у нее звучит И последние два аккорда она еще раз играет дм Уже с той формы, которую мы уже с вами играли до этого предначально И в конце ей 7 и 5 щипок Давайте сейчас медленно покажу вам все Между вот этими двумя серединными дмами, которые играются один щипком и другим нашим рисунком, который мы играли Вы можете делать некую паузу, чтобы передохнуть от того, какие вы крутые и как вы хорошо играете И еще раз проигрыш Вот такая схемка у нас с вами играется во вступлении Ну и в проигрыше В проигрыше она там просто еще на этом напевает В принципе, я надеюсь, более-менее непонятно вот с этот проигрыш Потому что вот я давала эту песню ученикам И многие такие Чего ты там играешь, Даша? Непонятно Поэтому можете также отдельно вычленить из всей этой песни и посидеть и поиграть Разбор на укуляля Дальше с вами у нас идет второй куплет Вот второй куплет, точнее, его первая часть играется, как и первый щипком А чего лицо твое печальное? Ведь на мне колечко обручальное Может мне понравилось тело бледное Или ты влюблен во что-то смертное Вот эти четыре строчки мы играем щипком Во второй части второго куплета у нас с вами идет бой И вот тут вот можете взять те бои, которые мы уже с вами разобрали То есть восьмерка, шестерка, пятерка, пятерка вариация А я же ее играю с вариацией Опять же, кому как удобно, как хотите, так играйте Единственное, обращайте внимание, куда там что удары идут Я живо играю вариации пятерки Но не спешите сразу все играть боем Обратите внимание, что у меня написано там стрелочки Вот эти стрелочки означают, что вот в данном контексте В данном аккорде мы сыграем удар вниз Особенно это можно увидеть в конце на Е7 Я прям куда-то там разгоняю, типа там Смотри, бам! Сейчас давайте в медленном темпе покажу это все Соберу и вы поймете, о чем я говорю Разве ты не клялся мне верности и любви Пусть мне больно страшно и нет во мне живой крови Пусть чему же больно пустоте внутри Есть во мне остаток горьких слез, смотри Можете сделать так, но, смотрите, вы можете не успеть сыграть ДМ Поэтому вы можете выкинуть ДМ и сразу поиграть на Е7 Типа сыграть так Есть во мне остаток горьких слез, смотри И пойдет дальше припев То есть посмотрите, как вам удобно Если успеете сыграть ДМ ударом и дальше потом сделать разогрев на Е7 Пожалуйста, не успевайте, убирайте ДМ Разбор на укулеле Ну и, конечно, дальше у нас с вами идет любимый припев и проигрыш Типа Пошел 바�рорыш Пошел 바�рорыш Ля 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 Пошел 바�рорыш Прошел 바�рорыш Оригиналь на самом деле играет проадорыш два раза Если вы устанете уже играть, можете играть один Дальше в конце у нас ко, да Вы можете играть мягким ударом вниз Типа чувство, будто снова в груди нету сердца Можете сыграть перебором 4, 3, 2, 1 Тут тоже хорошо подойдет Один раз на один акбор Чувство, будто снова в груди бьется сердце Та-та-ти, та-та-та-та-та-та-та Дверца И такой, и такой вариант хорошенький Можете взять щипок, если вам он так нравится, да Типа сыграть щипком Типа чувство, будто снова в груди нету сердца Та-та-ти, та-ти, та-та-та-та-та-та-та-та-та и дверца Три варианта есть, пожалуйста, выбирайте, какой вам нравится Ну и вот, в принципе, у вас будет песня готова Единственное, могу порекомендовать в конце коду Постепенно замедлять из каждой строчки Что в конце прям типа ЗАКОНЧИЛИ Разбор на укулеле Давайте я все-таки соберу от начала до конца Как она у вас будет звучать Разрывая землю, пальцы в кровь затру Лесо гробовую тишину прерву Ветер жутко боет, зов твой мне несет В этот раз я верю, точно повезет Не пугайся, милый, суженный родной Жизнь не разлучит нас, не беги, постой От меня не скрыться, как и от судьбы Бог услышит с прелиз, поднимай мольбы Чувство мута снова в груди бьется Сердце, я тебе открою смерти нежной Берцу, мы покинем мир живых Нам здесь не место Ты живой жених, я мертвая невеста А чего лицо твое печальное? Ведь на мне колечко обручальное Может мне по нраву тело бледное Или ты влюблен во что-то смертное Разве ты не клялся верности и любви? Пусть мне больно страшно и нет во мне живой души Почему же больно пустоте внутри? Есть во мне остаток горьких слез, смотри Чувство мута снова в груди рьется Сердце, я тебе открою смерти верно И дверцу ты покинешь мир живых Твое здесь место Ты лишь мой жених, а я твоя невеста На-на-на-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на Чувство мута снова в груди бьется Отца, сердце, навсегда закрыта моя счастье, дверца, я покину мир живых, твое здесь место, ты живой жених, я мертвая невеста. Если у вас остались вопросы, то обязательно почекайте по Танкоду, я там все подписала, расписала, или пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный видос, то обязательно поставь ему лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Ну а также напоминаю, что на канале есть целый плейлист с разными разборами, по табам, простых песен, какая-то музыкальная теория, обязательно кликайте, смотрите и обучайтесь. Напоминаю, что вы можете поддержать все мои труды и старания в это нелегкое для блогеров время, потому что монетизации вообще никакой нет, можете подписаться на Boosty и получать различные ништяки от меня. Вот как делают все эти ребята. Реально, спасибо вам огромное, что вы меня поддержите, что эти видосики могут сейчас выходить, вы можете также примкнуть и взамен раздачного материала получать мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока! Бульбулькин, давай-ка это, не надо!